Российский завод Ростельмаш знают в 56 странах мира. Сохранить всесоюзное достояние сумел Константин Бабкин вместе со своей командой. У промышленника и политика есть свое видение выхода страны из экономического кризиса. Есть главные самые люди, которые обладают традициями, обладают знаниями, и люди, которые хотят работать. Просто люди сегодня не востребованы. Единственная вещь, которой нам сегодня не хватает, это правильной, адекватной экономической политики, которая как раз соединит все компоненты, ресурсы, людей, рынок, возможности и двинет страну вперед. Прошлый год, по словам Константина Бабкина, мог быть для компании не совсем удачным. Но лидеру партии «Дело» удалось поспособствовать принятию закона о промышленной политике, благодаря чему поддержку получила сельскохозяйственная отрасль. Крестьянам субсидируется четверть цены сельхозтехники, произведенной в России. И сразу пошел эффект. В прошлом году на фоне общего кризиса, на общемирового кризиса в сельхозмашиностроении производство в России выросло на 30%. На Орловском экономическом форуме Константин Бабкин открыто заявил о проблемах в АПК. 15 лет назад в нашей стране насчитывалось 5 комбайновых заводов. Остался сегодня один. Этот один завод производил когда-то 45 тысяч комбайнов в год. Сегодня мы производим 4,5 тысячи комбайнов, в 10 раз меньше. Сегодня, по словам Константина Бабкина, потенциал и мощности «Россельмаша» позволяют производить гораздо больше комбайнов в год. И для выхода страны из экономического кризиса необходимо прежде всего развивать отечественное, несырьевое производство. Именно успешные промышленники и аграрии, представители среднего и малого бизнеса, должны стать главным кадровым резервом страны, потенциальными капитанами новой индустриализации.